Всем привет! Привет всем на своем канале! Сегодня я вам хочу показать свои небольшие покупочки. В общем-то, решила я себя порадовать. Но прежде я покажу, что я заказывала в Фаберлике по пятому каталогу. Весь заказ я вам показывать не стала, потому что он в основном был чужим. В общем-то, себе я взяла всего лишь два товара. Первое – это мыло для кухни, которое устраняет запахи. У меня уже одно такое мыло есть, которым я с удовольствием пользуюсь. Оно действительно устраняет запахи, что немаловажно. Запах рыбы, запах чеснока, все чего угодно. Помимо рук я еще разделочные доски могу помыть этим мылом, ножи. В общем, любые кухонные приборы, тарелки. Прекрасное мыло. В общем-то, оно сильно не пенится, замечательно смывается, на руках не остается и не имеет насыщенного аромата. Единственное, что мне в нем не понравилось – это его консистенция. То есть, когда наносите на влажные руки, оно как бы ускользает. Вот, хотелось бы немножко, чтобы оно было пожиже. А так, у меня к нему претензий нету. Кто еще не брал, я, в принципе, могу всем рекомендовать. Думаю, что оно устроит любую хозяйку. Так, и второй товар – это я взяла сынули футболочку. Вот такая вот расцветка мне понравилась. В общем-то, достаточно симпатичная. Вы знаете, очень я довольна осталась. Смотрю, у девочек многие заказывают вещи, колготки хвалят, нижнее белье, также детскую одежду. И вот я решила тоже взять. Это 100% хлопок. Вот здесь вот логотипчик Фаберлик. И взяли мы самый маленький размер – это 92-й. Она достаточно плотная, интересная расцветка. В общем, я в целом довольна. И также вот здесь вот две заклепочки есть. Так, ну вот и все. По Фаберлику все. Дальше. Была я на рынке у нас, и стояла женщина, в общем, продавала косметику. Я как-то не особо любитель так покупать, но, оказывается, вот эта вот фирма, Сиэль Парфюм, называется Сайт. В общем-то, у них тоже вроде как каталожная продукция, но, в отличие от Эйвона и Фаберлик, они каталоги не выпускают каждый месяц. И в основном, как бы, у них парфюм. Но также есть ухаживающая косметика и декоративная. Это у меня восстанавливающая маска для волос. 250 мл здесь, видите, все запаковано, все замечательно. Я даже пока не открывала, будет стоять в запасиках. Соблазнила меня эта женщина хорошими рассказами о ней. Почитала я потом, придя домой, отзывы об этой косметике. В общем, отрицательного пока вообще ни одного не нашла. Но она далеко не бюджетная. Она стоит 390 рублей. Ну, в общем, не знаю, потом в пустых баночках вам расскажу свое мнение. Очень-очень мне было интересно. Дальше я в аптеке взяла вот такую вот розовую воду с серебром, освежающую. Вид от ЭКО. Это у нас Московская область, парфюм-стиль. Я, конечно, состав сразу не прочитала. Я бы просто отдала ее обратно. Потому что здесь на первом месте вода, на втором месте спирт, этиловый. Потом глицерин, полидон, отдушка, розовое масло, концентрат раствора серебра. Лимонная кислота и краситель. В общем, состав, мягко говоря, не очень. Но аромат мне понравился. Я не любитель аромата розы в косметических средствах. Но здесь аромат розы в перемешку с арбузом. Вот мое личное восприятие. Я уже попробовала очистить лицо вот этой водичкой. И вы знаете, очищает она превосходно. Единственное, что бьет в нос аромат вот этого вот спирта. А так, в общем-то, своими функциями справляется. И цена ее вот 61,40. Посмотрим, как дальше. Самое главное, чтобы не сушила она кожу и не вызывала у меня никаких высыпаний. Так, и последних два товара осталось. Когда у меня был конкурс на канале, я покупала вам в подарочек первому победителю вот такой вот матовый блеск. Вот фирма, может быть, она малоизвестная. Вот такой вот у меня 0,4 оттенок. Ну вот и себе тоже решила наконец-таки приобрести. Он мне очень нравится. Он действительно матовый. Неплохо ложится на губы, в общем-то. Вот. И посмотрите, у него не кисточка, не аппликатор, а вот такая вот лопатка. Вот я еще пока не могу к ней приспособиться. Мне очень необычно. Вот. А так, в целом, я довольна. Цена у него очень бюджетная. 130 рублей он стоит. И последнее, что я купила, это вот такая вот водичка. Она также бюджетная. Я потом вам скажу ее цену. Фирма, наверное, Эликсир, правильно как называется. И название водички Эклет. Если я правильно, конечно, читаю. В общем-то, вот такой вот тюбичек. Чем он мне понравился? Это вообще цветочно-восточный аромат. Я любитель восточных ароматов. Просто они меня покоряют. Здесь я смотрела ноты лимон, сирень, пион, зеленый чай, мускус. Я не помню, что еще, но, в общем, много-много ноток здесь. И вот именно вот этим вот он меня и покорил. Вы знаете, для такой цены, в принципе, я им осталась очень довольна. В общем, ярко выраженный аромат, например, на запястье я ощущала где-то часа 3-4. После этого еле уловимый аромат где-то еще часа 2 нам не продержался. За такую стоимость она стоит всего 300 рублей. Я думаю, что это очень даже достойная водичка. Поэтому вот присмотритесь, может быть, Эликсир вам тоже понравится. Вот в такой вот коробочке она шла. Ну вот и все мои покупочки для себя любимой решила порадовать. Надеюсь, вам понравилось видео. Всем пока!